Добрый вечер! 20 мая у Гомеля пройдет 13-й экономичный форум. Потенциальным инвесторам пропонуют больше как 150 проектов и до 200 земельных участков для ведения бизнеса. Александр Тюро потекает все накольки поспехово реализуются погоднения, заключенные подчас попередних форумов. У якости прикладу обрана сфера агроэкологичных послуг. Агроэкотуризм – сфера, притягальная не только для особенных жахаров, а лишь матоких предприемств. По великим рахунку проблем при реализации проекта может возникнуть усягод две. Необходное укладание перевысить финансовые максимумы предпринимательства, те не отремается пропоновать комплекс соправды за потребованных послуг. Тут так само необходно усил пролечить, уречься, як и любые інши вид деяностей. Агроэкотуризм повинен приносить прибыток. Ощущая деятельность с постановкой на учет в налоговой инспекции планировали в 2015 году 28 человек. За 2015 год им было заключено около, не около, а 553 договора на сумму около 1 миллиарда белорусских рублей. Посетили наши агроусадьбы 3372 человека. Водосховища Михайловская у свой час будовали для створения стратегичных запасов воды. Хоть до завершального этапа работы не довели, проект оказался нерентабельным, зато и в Гомельском районе заявился неповторный куток природы. Бадай самый великий плюс альчинного агроэкотуризма – нехранутая природа. Неоглядяче ни на что. Зносилось такие кутки – все еще не проблема. Макчима у нас меньше теплых ден, чем у паудневых краинах. Але и в этом есть своя пригожость. Почас одного из гомельских форумов погоднение по заведению на берзе водоема агроэкотуристичного комплексу заключила гомельская будовничая фирма. Кажуть, что звернули увагу на гэтай мястины году 15 тому. Тяпер заявилась макчимасть реализовать мару. Обрача у заведения домов для туристов, компания посадила тут уже около 2000 древ и выпустила у водоема маль 40 тысяч тонн рыбы. Различная на 50 человек комплекс, який отримал назву «Славянский свет», будет працовать по принципу «Усё уключено». Починаючи от макчимасти отпочивать сирот саправды некранутой природы до самых разностайных забав. При этом ориентация на звычайные семьи с Беларуси и близкого замежа. Пеших туристов тут планують принять в наступном годе. Тут не будет таких заоблачных сцен и тому подобное. Тут континент простой, семья, должна приезжать семья. Дети играют на детской площадке, аниматоры с ними гуляются. Женщина либо купается, может на лошадях покататься. Мужчина либо охотой занимается, либо рыбалкой. Всем, чем хочешь, здесь можно сделать. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Субботние телефоны линии мясовых органов Улады протягивают свою работу. Завтра на пытание грамотян откажет керавник справа Гомельского обл. ВКНК Малена Владимировна Клешковская. Промая линия будет працовать с 9 ранницей до 12 годин. Номер телефона 75 12 37. У ГЭТ и ШАС на пытание Гомельчан откажет керавник справа Гомельского обл. ВКНК Малена Алексея Анатольевича Васюченко. Звернуться можно по номеру 71 07 62. Белорусская чагунка с завтрашнего дня пошли отправлять с Витебска и Могилёва праз Гомель промы и рысы у Краснодарский край. У першиню за опошние три годы. Это пришапные вагоны плацкартного типа. Спыняться сягник будет так само у Рогачеве, Жлобине и Будокашалёве. Перший рыс отправится завтра с Витебска у Анапу. Уранницы 8 годин 15 хвилин. У Гомельён прибуде каля 4 годин дня. Тут пришапные вагоны соберутся у один состав, який отправится про Сбранск, Воронеж, Ростов-на-Доня. У Анапи он буде у понеделок опоудни. А пошний рейс запланованный на 29 вересня. Прыкладный кошт билета – свыше полутора миллионов рублей. Профсоюзная эдукация в Беларуси. Подрыхтовка кадров, их запотребованность и перспективы. Сустреша по этой теме в рамках 20-й Республиканской науковой конференции студентов, магистрантов и аспирантов отбылась в Международном институте прационных и социальных взносинов. За круглым столом ей обмерковали потенциальные работодавцы будущих выпускников ВНУ. Ця руту дельнику – представники буйных предприемств, организации и ведомства Гомельской области. С кераумистством наушальной установы яны оценили узровень подрыхтованности выпускников, их конкурента – сдольность и запотребованность на рынку працы. Сегодня в Беларуси это одна профсоюзная ВНУ. Тут рыхтуют кадры для усих алин народных господарки, именовиты с профсоюзным ухилом. Такой форум представительный позволит выяснить, может, те проблемы у нанимателей, которые, в общем-то, их интересуют, и все они будут обсуждены. И те выводы, которые мы сделаем по результатам этого обсуждения, они пойдут в основу, и, может быть, будут скорректированы обучающие программы по подготовке специалистов. На сустрыше разглядели сучасные тенденции рынку працы. Так, зараз нас пела необходность подрыхтовки специалистов одразу по двух специальностях. Меновита гэта можа повысить шансы выпускников, знайсти добрую працу и быть запотрабованными. Сегодня у Гомеля подвяли выники реализации экспериментального проекта по работе со школьниками с высоким узровнем учебной мотивации. Починаючи с 2012 года максимально раскрыть здольности наученцев молодших классов, разом и мкнулись наставники и психологи. Что с этого отрималось, подекавились наши корреспонденты. У якости экспериментальной пляцовки обрали некольки навучальных установ из разных районов в области. За крыху складанной назвой, апробация модели психолого-педагогичного развития школьников первой ступени агольной средней эдукации, спроба на практице зарабить в учнях малыших классов разумными, креативными и счастливыми. На протягу 4-го года наставники и психологи имкнулись раскрыть их лепши якости, прозвучобу и долучение до самых разностаенных мероприемств. Это и прационные акции, и работа у доследших товарыствах, и у дел у днях здоровья. А еще это был и свой особливый экзамен для дорослых. Отдаренность еще во многом ребенка зависит от учителя. Каков учитель? Если ребенок встретит своего учителя, настоящего учителя, который работает, хочет работать, и добивается каких-то результатов, то одаренных детей будет гораздо больше. Ну а если у нас ведь не секрет, разные учителя есть. Ауторы проекта «Перакананы» отрыманные выники необходимо проанализовать и укоронять в учебный процесс. Сколькость информации, с которой сутыкается человек, постоянно растет. Запомнить все просто немогчимо. А там у сегодня необходимо учить школьников не только механично отрымливать веды, а и быть с дольными шукать, находить и выкорыстовывать необходимые у жизни даденые. Есть у этого даже еще один плюс. Такие дети больше самостоянные, отказные и коммуникабельные. Одна из составляющих эксперимента заключалась в том, чтобы научить детей учиться самостоятельно. Это именно те компетенции, которые требуются сегодня от современного человека. Все запомнить невозможно, все выучить нельзя, но можно научить ребенка самого добывать знания. И когда они перейдут на следующую ступень образования, и там уже не будет учителя, который ведет его за руку, но у нас будет ребенок, который умеет это делать, мы думаем, что таких проблем нам удастся избежать. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадо-компания «Гомель». У Беларуси стартовала республиканская акция под названием «Не покидайте детей». Она промеркована до Международного дня семьи и Дня обороны детей. Галунная мета – не просто заховать житой, здоровье неполнолетних, а ле и научить их правилам беспешного житедения. Галунные обовязки по проведению первого этапа акции ускладены на подразделении Министерства по надзвышайных ситуациях, Белорусское товариство «Шервоного крыжа», громадские объединения и установы культуры. Так, на приклад, простоники товариства с оденешением пожарным и воротовальником организуются для детей викторыны и конкурсы, наведывают социально небеспешные семьи, детяши домы. На другом этапе акции повинны долучиться установы оховы здоровья, адукации и физкультурно-оздоровленческие комплексы краины. Учим наших детей очень многому, начиная с детского сада и дальше, и дальше, и дальше. Но не учим их элементарным вещам, как выживать в этом беспокойном мире. Поэтому я убедительно прошу, чтобы не только тех, кто в силу своих должностных обязанностей, еще что-то, поучаствовал в этой акции. А это акция, наверное, я бы сказал, всенародная. Это акция не ради галочки. Эта акция направлена на то, чтобы каждый задумался о судьбе наших детей. В Гомельском областном управлении спорта и туризма ушиновали ветеранов, которые прошли Великую очередную войну и достигнули серьезных успехов в спорте. Одна из них – Тамара Пшалянкова. Войну она сустрела в 13-летнем возрасте. Была связана в партизанском отразе, в котором воевал батька. Сдобывала необходимые дадены о перемешании немецких войск, о планах оккупантов. Трапила у полон, судом выжила. В 19-ть годах життя Тамара Пшалянкова просветила мотоциклетному спорту. Как сама признается, зараз такая идея заявилась одразу после войны. Я подумала, чем бы я могла заниматься, не дай бог, войны. И думаю, буду готовить. Овладела плаванием, грести на веслах. Когда-то в детстве толкнули и не знала, как работать. Весла грести, веслами плавания. Стреляла очень метко, азбуку морза изучила, ПВО-программу прошла. Занималась в спортивном зале на турниках и на кольцах. Ну и решила, что надо владеть мотоциклом. Ветерану с Днем Великой Перамоги широко поменьшовало керавництво областного управления, спорту и туризму. В Гомель прибудут великие святыни християнства. Первую из них – икону шастицей моши пророка и христителя Иоанна Протеши – доставить завтра. И она прибудет до вечернего набоженства у храм Прображения Господнего, який находится на улице Каменшикова. Поклониться святыне можно будет после службы и на протягу наступного дня с 8 годин ранницы до 8 вечера. 15 мая у храма для поклонения будет доступный образ шастицей моши великомушеникам Пантелеймона. Акафисты и на боженство и коля святыни будут здесь сняться что дня. Иоанн Креститель является величайшим пророком, который совершил крещение нашего Господа, возлагая на него свою руку. К великомученику и целителю Пантелеймону обращаются люди, у кого есть какие-то недуги и болезни тела, а также души. Если человек искренне верит, если он надеется на помощь Божию и на помощь святых у его угодников, то, конечно, верующие получают просимое. Выстава текстильной скульптуры открылась у картины галереи Горила Вашенки. Экспозиция под названием «Размовы у зеленых» объединяла больше 20 творчих работ. Выстава демонстрирует выники четвертого международного пленера текстильной скульптуры, який проходил у Словакии. У делу им приняли вядомые мастаки, педагоги и студенты из Беларуси, России и Украины. Пять зон на природе они рыхтовали уникальные объемные экспозиции. Скульптуры из лямца, тканины, ниток и фарбов. Креативным выникам стали творы, які адлюстровують предметы новокольного сяродя и душевного стану человека. Объят новые экспонаты зеленый колер, як знак свободы, открытой дороги, махшимостю для пошуку и эксперименту. Появились первые ростки непристенного текстиля, непристенного гобелена. Обычно гобелен, как шпалера, везет себе на стене. Мы сделали какие-то вещи в объеме, в пространстве. Дожжи и навальницы шакаются в регионе на выходных. По датинах областного гидромедцентра в ближайшие сутки будет воблашно с прояснениями. На большей шассе территории пройдусь дожжи. В особных районах прогрымять навальницы. Ветер по дневу в сходне 5-10, при навальницах порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру на шыскладе 7-12 градусов тепла, у дены годины 14-19 градусов. В неделю 15 мая характер надворья не изменится. По початку наступного тыдня на дворье Украине обумовить атмосферные фронты, за якими на территорию Беларуси будут поступать прохолодные неустолевые поветранные массы с Балтыйского моря. 16 мая в день будет переважно без опадков. Температура по ветру складе до 19 градусов тепла. Спорт и здоровье – понятия взаимозалежные. Об этом, как никто и инший, ведут медики. В эти дни у Гомеля не выходят на спортивные пляцовки, как выявить мощнейшего, а заодно зародиться становшими эмоциями. В областной спартакиаде работников Аховы здоровья приемать удел 36 команд. Проставленные медустановы Гомеля и райцентров. Споборниц вы проходите на базе спартынга клуба Гомселемаш. В программе 10 видов спорта. Сярутых – футбол, волейбол, бильярд, плавание, дартс, гировый спорт. Разностайность великая, так что применить свои спортивные сдольности может Амаль Кожный. Нарыша голеновой спартакиада завсюду выкликая повышенный интерес у медиков Гомельской области. Жадающих поспоборничать с коллегами из инших регионов и трапить на республиканский этап немало. Эта спартакиада не спорадически проводится, а практически регулярно, ежегодно. И это основано еще в этом году и на том, что будет проходить и республиканская спартакиада. И это, естественно, идет как отборочный тур перед тем, как мы берем лучших для представления нашей области в республике. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте интернете по адресу www.trgomel.by На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шабукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин